За это время закон полностью оправдал себя. Несовершеннолетних на улицах в ночное время стало меньше. Сократилось и число правонарушений с участием подростков. Активность этого закона, она абсолютно подтверждена временем, потому что, если, допустим, взять 5 лет назад, когда мы проводили, начинали эти рядовые мероприятия, еще 9 лет назад, когда мы только стартовали, когда закон был принят 1 августа, то мы видели, сколько детей было на улицах, города, в сельских, национальных пунктах. И сегодня, можно уверенностью сказать, что наличие детей на улицах значительно уменьшилось. Составление протоколов в разы уменьшилось на родителей за правонарушения. То есть, мы считаем, что закон имеет свою четкую, однозначную силу и сыграл свою роль. Работа по реализации детского закона продолжается. Только за первое полугодие текущего года в Анапе проведено 215 рейдовых мероприятий в городе и сельских округах. Сформированы 242 патрульные группы. Выявлено 284 подростка, допустивших нарушения детского закона. Протоколы об административных правонарушениях составлены в отношении 222 родителей. В вечерние часы во время рейдов посещено 216 семей, состоящих на профилактическом учете. С несовершеннолетними их родителями проводятся разъяснительные беседы. Каждый анапчанин знает, что по закону после 22 часов несовершеннолетние не должны появляться на улицах без сопровождения взрослых. За этим и дальше будут пристально следить специальные рейдовые группы.